Только было я собрался проанализировать контракт на ремонт километра улицы Пушкина за какие-то неимоверные 124 миллиона рублей, как появилась информация о другом контракте в Уфе, который, конечно, затмил все представление о неразумности, непонятности и необоснованности цифр. Я говорю о контракте на строительство одного километра и 150 метров, то есть 1150 метров всего, дороги, которая будет продолжением улицы Генерала Рыленко и соединит улицу Софию Перовскую и улицу Пугачева. Вот примерно представляете, где это находится. 1150 метров. Шесть полос. По ГОСТу это 21 метр ширины. Площадь дорожного полотна составляет 24150 квадратных метров. Тротуары примерно 2 на 2 общей площадью 4600 квадратных метров. Складываем, округляем, бог с ним, пускай там всякие проезды и колодцы, 30 тысяч квадратных метров. Вот, значит, этот весь объект занимает. Цена одного километра и 150 метров дороги по контракту, внимание, 1 миллиард 200 миллионов рублей. Когда проводился контракт, желающих кроме одной компании не нашлось. Она же и победила. Цена не снижалась. То есть, один квадратный метр вот этой дороги стоит 40 тысяч рублей. Один квадратный дециметр, это вот столько дециметров, кто забыл, 10 на 10 сантиметров, обходится в 400 рублей. Так вот, 400 рублей это вдвое дороже, чем покрыть подобную же площадь чистым сусальным золотом 900-й пробы. Можете проверить цены и посчитать, я проверил. То есть, в данном случае, площадь в 30 тысяч квадратных метров в два раза дешевле покрыть сусальным золотом, чем построить по контракту с ООО «Дор Транстрой». Что такое ООО «Дор Транстрой»? Встречайте, это тот же самый подрядчик, который строил улицу Комсомольскую, вот эту глубокую реконструкцию проводил, внезапно обнаружив там трубы и так далее, и так далее. Кстати, Комсомольская готова, все заактировано, можно ехать снимать с фотоаппаратом, идеально готовый объект, поедем. Это тот же подрядчик, который работает на бульваре Ибрагимова. Вот эти вот странные, чумазые гости из всех возможных южных и азиатских республик, вот эти самые замечательные чудо-мастера, которые производят ремонт, например, конкретно бульвара Ибрагимова. Конца края не видно там работам, особенно на участке вот Ленина туда, в сторону Карла Маркса. Это тот же подрядчик, и он получает вот этот вот золотой подряд. Конечно, мы понимаем, что «Дор Транстрой» — это Марат Латыпов, это дружище Радио Фаритовича, прямо вот дружище-дружище. Мы понимаем, что там существует какая-то тесная, неразрывная и, безусловно, бескорыстная связь. Ну, давайте тогда и разберемся в других связях. Каким образом связана офшор «Ирмайнер ЛТД» с ООО «Дор Транстрой», каким образом связана компания «Уфа Аренда Групп» с ООО «Дор Транстрой»? Вообще, с этой компанией действительно начинать надо разбираться. После истории с Комсомольской бульваром Ибрагимовым, я думаю, что с ними начнут разбираться там прокуратура, Следственный комитет и всякие надзорные органы. А нет, они снова получают гигантский золотой подряд на вот такие работы. Напомню, площадь строительства можно покрыть золотом, и это будет вдвое дешевле, чем стоимость этого контракта. Я, честно говоря, недоумеваю. Продолжение следует...